третий этап ура все еще живы все еще в эфире люди с нами третий этап возвращаем высшие белки наконец-то то есть мы к нему приступаем когда у нас все остальное уже в порядке низшие белки примитивные так скажем соединительная ткань усваивать можем они должны быть хорошо разварены приготовлены начинаем возвращать белки выше и тренируем дальше нашу пищеварительную систему через расширение рациона так немножко назад окей на третий этап можно переходить только в том случае если на втором этапе у вас уже нет никаких проблем из тех что были до начала протокола или вам хотя бы стало полегче это обязательно раз вы дошли до до третьего этапа значит у вас что-то объективно стало легче если вам не стало легче на первом этапе то вам нет особого смысла до терпеть для хотя этот протокол он очень рабочий он как рабочая лошадка золотоносный в этом плане он для меня как гастроэнтеролога много ли через него провел сам через него прошел неоднократно это золотая жила по сути если с медикаментами так это просто пуля без медикаментов ну вот не навредить хотя бы это точно можно вот то что это функциональный отдых это функциональное питание по константину монастырскому движет его основе и улучшена еще куда вы выше уже не круче уже только с таблетками вот вы на третьем этапе помните почему потому что вы хорошо себя чувствовали на первом на втором вам как минимум не стало хуже вы готовы расширять рацион и готовы вести дальше пищевой дневник записывая какие продукты на вас как действует опять мы сохраняем правило что между последним приемом пищи сегодня и первым приемом пищи завтра не менее 12 часов подтверждаю за питаться до еды l-глютамин 1 2 столовых ложки расстроить стакане воды дальше опять у нас первый прием пищи здесь внимание он у нас такой же в принципе как и был на предыдущих этапах с расширением рис гречка картофель тыква опять эту кукурузу не указал в готовом виде 200 250 грамм те же самые жиры что вы уже сами видели расширяемся до берем те которые вам нравится и которые усваиваются вы их уже должны были по идее проверить на предыдущих этапах солим во вкусу обязательно это хорошо все не переедаем едим медленно тщательно жуем тогда почувствуем сигнал насыщения и вовремя увидим этот вздох который означает что мы наелись вот так вот а следующий прием пищи мы первые мы увидели первые вот так вот неважно кто вы чем вы занимаетесь 1 он такой на третьем этапе 2 3 и 4 плюс приемы опять же 2-4 часа прошло чувство голода настоящее появилась здесь у нас сделал лайки дискомфорта вздутия тяжести нет повторяю вам как для буратин уж извините все пункты если которые я отметил соблюдены значит можно уже что-то есть планировать да если чувство голода нет и какие-то вдруг возникли симптомы а значит мы гените отмечаем что этот продукт у нас может вызывать хотя вот первый прием пищи он как шел из первого второго протокола такой есть на этом этапе вряд ли уже должен быть дискомфорт и связанные с самими продуктами может быть вы ну а мне было фантазировать так это касается и 2 3 этапа когда вы заступаете на 2 3 этап то есть у вас уже симптомы должны пройти или хотя бы стать легче если что-то вам не сработало стало лучше хуже значит он протокол не подходит либо где-то ошибки либо вы поторопились за 15 минут до еды опять l-глютамин все еще не так много белка на и l-глютамин мы не используем только в том случае если у нас будет дальше примитивный белок и соответственно и глютамин идет опять вот на на третьем этапе важно л-глютамин идет только в том случае если приеме пищи не будет примитивных белков соединительной ткани ага и тут возникают варианты на варианты вот допустим вариант номер один такой как мы привыкли то есть та же самая вот этот крупа который вы уже знаете который вы уже протестировали ставим тут и лайк с тем же самым маслом жирами которые вы уже знаете ставим им лайк вот перед таким вариантом как я указал перед ним надо глютамин потому что белка нет вариант номер два он такой уже так скажем смелый он для тех кому не имется для тех кому вот ну хочется вот какого-то вот этого разнообразия овощного вовсе не обязательно его как-то употреблять делать но я ввожу людям чтобы кто хочет разнообразил балуются хотят торговаться ну хотите торговаться будут вам такие вот овощи самые безопасные здесь овощи вам перечисляю то есть вариант номер два перед ним тоже нужен глютамин как он выглядит какие овощи можно использовать листья салата салат айсберг огурец без шкурки авокадо без шкурки кабачок без шкурки готовый листовая зелень морковь можно принципе как готовую так и сырую оливки понятно готовы уже а можно все это делать салатом заправляем яичный желток кокосовое масло сметана максимальной жирности или оливковое масло 1 чайная ложка кому сильно не имется ну чем больше 1 чайной ложки тем больше от оливкового масла рисков для тех кто резко для тех кто резко реагирует на омега 6 жирные кислоты которых в оливковом масле больше чем сливочном и так далее больше в кокосовом и в том числе вот таким салатом можете это употребить тоже с солью и бла-бла-бла вариант номер три перед которым не нужен глютамин на перед ним глютамин не нужен потому что в нем самому же есть глютами соединительная ткань то есть делаем холодец заливное или желе как я вам показал как было на прошлом этапе вариант ты один вариант номер два между собой можно комбинировать то есть вы можете в эти 300 грамм или меньше по насыщению впихнуть и какое-то количество разрешенных овощей какое-то количество крупы с маслом но вариант номер три мы не можем вписывать в эти варианты 1 и 2 они не комбинируются то есть это совсем разные вещи солим по вкусу едим по насыщению переедать не рекомендуется на все это вводим а без тщательного желания протокол я работаю повторяю как мать учения быстрое принятие пищи непозволительно она снижает эффективность протокола вот так выглядит уже более интересные варианты третьего этапа то есть уже вы второй прием пищи можете делать либо также как привыкли на первом либо уже это какие-то овощи внедряете опять идете пищевой дневник либо делайте желе перекус желе насыщает лучше всех на втором месте будет каша с маслом на третьем вот эти овощи с салатом с маслом и по 11 я уже подустал финальный прием пищи соблюдаем опять правило 2-4 часа прошло на этом потихонечку учимся гигиене питания лайк обводим зеленым чувство голода надо почувствовать перед тем как есть финальный прием пищи так вот отмечаем из комфорта быть не должно нет сдутия тяжести перри полностью тошноты но все у нас уже это известно если все предыдущие пункты соблюдены то можно есть я уже превращаюсь в робота зачитываю вам как это как банкомат если он чувство голода и симптомов то можно есть первое что у нас в рационе на первая половина тут почему-то нет у меня пункта да вот это первая половина как на предыдущем этапе половина вашего прием пищи это соединительная ткань заливное холодец желе но без этого как я уже говорил мясо то что вторая половина блюда это уже высшие белки это уже органы в первую очередь печень возвращается сердце мясо рыба птица ну кому что угодно кому кому чего не хватает и сначала вы пробуете то животное которое у вас лучше усваивается дамка любишь пробуете пищу того животное которое лучше переносить переносили до протокола в большинстве случаев это конечно же жвачную поэтому говядина баранина и так далее в первую очередь а так в принципе как вам удобно половина порции соединительная ткань половина порции вот это уже какое-то мясо или органы или так далее птица-рыба итоговая порция не более 300 грамм для кого-то и даже много но я так смотрю это верхний мужской так скажем предел там предел так до 450 500 я не хочу чтобы люди сжирались опять превращались живот потому что большой желудок это проблема можно к этому добавить какие-то жиры не запрещено к 300 граммам жиры которые я уже сказал да яичный желток кокосовая масса сливки максимальной особенности сметана до вытопленный жир удаляем не используем в пищу бульон на этом этапе нельзя и опять же наши стандартные вещи но туши стандартный защитку это постоянно ведь тщательно оживание протокол не работает и быстрое принятие пищи снижает эффективность протокола хорошо вот так выглядит у нас меню на третьем этапе то есть первый прям пищи до наши привыкшие уже нам эти каши с маслом 2 3 4 так скажем тушит посередине там выбираете либо каши с маслом либо овощи либо железо единственная ткань и финал у нас уже железо единственная ткань напополам с органами и мясом но так опять же прямо в пище может быть столько сколько чувств требует чувство голода но тут их будет уже наверно ну три-четыре не больше иначе так вот не разгуляешься уже потому что еда разное насыщение будет больше чувство голода должно быть меньше хорошо высшие белки употребляются только однократно финальным прием пищи напоминаю на питьевой режим такой же опять же без этих кофеев чаев вода минеральная без газа вода пустая подсоленная пьем до еды как можно больше чтобы как можно меньше пить после еды 244 часа после еды пить нельзя во время еды до 250 миллилитров маленькими глотками длительность третьего этапа опять 10 20 дней хотя можно его поставить и 40 ну что он достаточно такой разнообразный мягкий на нем можно идти достаточно долго это функциональное питание в чистом виде вот самое его наверно наилучшее проявление не сказать наилучшее но это как скажем эффективное наилучшее это субъективно так это я указал может это больше написать окей если какие-то симптомы возвращаются очень просто делаем без всяких эмоций до записывание так значит села редьки значит редька не мой друг убираем редьку сбрасываемся немножко на предыдущий этап то есть убираем те продукты которые что-то вызвали то есть возвращаемся к базовым настройкам сбросились симптомы прошли идем дальше с другим продуктом возвращаем его посмотрели если опять симптомы значит записан дневник значит он не наш на этом этапе на третьем этапе в принципе уже когда организм достаточно силен здесь уже остается только но аллергическая чувствительность да если у вас на какой-то белок аллергия значит никуда не деваться тут а понимать что какие-то продукты для вас на всю жизнь останутся проблемами еще раз услышите меня какие-то продукты которые будете пробовать на протоколе для вас на всю жизнь могут остаться проблемами вы просто благодаря протоколу наконец это увидите введя пищевой дневник если я симптомами вот так это работает так это выглядит и это просто факт какие-то продукты навсегда остаются людей непереносимыми с этим надо смириться а чтобы они стали переноси мами нужно просто стать другой личностью а для этого нужно из это образа жизни выйти уйти в другой образ жизни где у вас будут другие проблемы так скажем на другая жизнь другие проблемы так это работает нужно поменять по сути личности у вас туда снизится реактивность и уйдет это аллергичность и воспалительности и переносимости все 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 в этом роде но не для всех это осуществимо иначе если бы это было настолько хорошо существует мир был бы совершенно поэтому это доступно не все витамины е и c продолжаем принимать в таком же режиме правило да а не переедаем по насыщению питаемся медленно это делаем тщательно жуем и тогда у нас чувство насыщения придет как можно раньше так ну конечно не торопимся этому сказали и не допускаем слишком коротких приемов пищи чтобы слишком коротких промежутков чтобы на старую пищу не бросать желудок новую в принципе залог любого здорового питания вот это да никогда не думал что это может занять столько времени но мы идем поэтому 13 февраля отличная цифра в 12 часов по москве обучение состоится ссылку вы получаете на зум запускаете зум я там появляюсь и мы сами от обеда и до заката рассматриваем все возможные вариации этого протокола плюс с медикаментами сегодня протокол в таком виде в каком виде можно его дать публике потому что если дать его публике полностью будет слишком много переменных слишком много деталей и условий которые могут кому-то даже и навредить потому что там есть медикаменты медикаменты это всегда такая вещь у них есть побочные эффекты их нужно правильно начинать и правильно заканчивать чтобы не навредить себе поэтому я даю сегодня ту часть которая сто процентов работает без дополнительной какой-то магией со стороны фармакологии то есть то что вы сегодня увидите этим очень трудно навредить но просто очень трудно навредить это сделано с таким учетом чтобы хотя бы не сделать хуже если вы зашли на этот протокол и вышли с него и вас ничего не изменилось это уже вот такой результат это программа минимум что вам не стало хуже а полная версия так скажем со всей этой магией со всей алхимией со всеми таблетками и шайбами она у нас будет на обучении то уже через две недели воскресенье до 13 февраля я покажу где на это обучение взять ссылку сейчас там нужно перейти до на демо экран поднять эту вещь и как это найти в поисковике вы берете сюда в поисковик водите так академия доктор ник появляется да вот это ссылка открылся магазинчик лавочка и вот самом низу этой лавочки вот приобретаете функциональный отдых и реабилитация желудка и двенадцатиперстной кишки все и тут у вас есть все возможные варианты оплаты описания вам на почту приходит ссылка указывайте пожалуйста корректную почту чтобы не было ошибок и если что-то не так пишите обязательно в поддержку и пользуйтесь инструкцией которая прилагается для скачивания этого продукта после того как мы проведем эту лекцию она будет доступна в записи используйте возможность чтобы лично задать вопросы во время этой лекции то что там должны все уйти с объективными знаниями которые можно применять у себя дома со своими близкими и так далее то есть это я считаю это бомба лечебная бомба по крайней мере у меня такое отношение я знаю что даю а и и и и и